Чему учат в школе? Этот вопрос обернулся грандиозным скандалом в одной из гимназий Кемеров. А споры вызвало домашнее задание, которое не только заставило краснеть учеников, но смутило даже их родителей. Анализировать нужно было сюжет довольно разнузданной жизни, разбирая все детали легкого поведения. Мы связались с автором. Выяснилось, что и он сам, считая детям такое, может и не стоит пока читать. Георгий Гривидный попытался понять, по каким критериям сегодня отбирают книги в обязательный список. Когда кемеровские школьники со словами «мам, послушай, что нам задали по-русскому», произнесли текст, который вы услышите через несколько секунд, родители долго не могли понять. Их дети действительно ходят в гимназию номер один, а не в кружок неумелые ручки. Когда я стриптизершей работала, они, козлы вонючие, достали меня, лезут с вами грязными лапами. Если стриптизом промышлять, от мужчин с души воротит. Я жила с тремя голубыми одновременно. Это цитата из романа английского писателя венгерского происхождения Тибора Фишера. Коллекционная вещь, причем цитата самая безобидная. Роман написан от лица фарфоровой вазы, которая подсматривает за жизнью своих владельцев и красочно пересказывает эпизоды. А среди обладателей кого только не было. Извращенцы, психопаты и, наконец, проститутка со всеми подробностями ее нелегкого ремесла. И все это предстояло изучить 13-летним подросткам. Я не понимаю, как данное произведение попало. Я не понимаю, чем это произведение, чему может обучить ребенка в 13-14 лет. Нет, я понимаю в силу своего возраста, чему. После того, как задание появилось в электронном дневнике, учителю литературы пришлось выдержать настоящий шквал родительского гнева. Сразу видно, мамы и папы прочитали заданное куда внимательнее детей и учеников. Как весь этот бред читать детям? Какое тут искусство? Одно извращение. Девочки сейчас стесняются, а мальчики смеются по любому поводу. Интересно, как можно высказать свое мнение о произведении, если половину слов публично произнести нельзя? Мы будем рассматривать понятия вечности искусства и цикличности времени, библейские цитаты, а не то, что приведено выше. Литература веды говорят, библейские цитаты и образы в книге тоже есть, но главное не в этом, а в том, какое вообще отношение имеет довольно сомнительное по качеству произведение малоизвестного английского автора к изучению русского языка и литературы в седьмом классе. Если это имя попало в рабочую тетрадь школьников седьмого класса, то у меня скорее вопрос не к учительнице. Потому что учительница, может быть, не проявила личной воли в том, что не прочитала сама, например, целиком роман, но она может нам на это сказать, что я не обязана это делать, я даю отрывок, который я прочитала. Родители говорят, раньше во времена единого для всей страны учебника литературы такое и представить себе было невозможно. Сейчас вариантов учебных пособий огромное количество, и это богатство выбора могло бы радовать, если бы в том же Миноборнауки следили за содержанием учебников куда тщательнее, чем за подсказками во время ЕГЭ. Чем руководствуются люди, которые составляют образовательные программы, остается большим вопросом, прям загадкой для меня даже. Не берем Фишера даже, к примеру. Сам Тибер Фишер, которому мы дозвонились в Лондон, был немало удивлен. Его роман 20-летней давности не просто читают в России, в школьные учебники включают. Поезд не была написана для школьников, но подростки сейчас весьма осведомлены в вопросе секса. Мне придется расстроить родителей, ваши дети уже давно обо всем знают. В гимназии тем временем заняли круговую оборону. Учитель литературы прячется, за нее отдувается директор. Была проведена проверка и установлено, что этот рассказ не соответствует возрасту. И методическими рекомендациями было предложено прочитать небольшой фрагмент. Однако учительница по невнимательности в электронный журнал записала прочитать весь рассказ. Невнимательность учителя спровоцировала повышенную бдительность родителей. Я теперь и алгебру посмотрю. Ну, на всякий случай. Физику, химию обязательно. В учебнике по математике неприличных сложений и вычитаний обнаружено не было. Георгий Гривен и Дарья Емельянова. Известие специально для РЕН-ТВ.